Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечерей, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю теперь? Ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли я, что сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам». Дорогие друзья, я желаю обратить внимание на, особенно, два стиха из прочитанного. На стих 10-й, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь». И на 14-й и 15-й стихи. «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам». Удивительное общение, которое имели ученики со своим Господом. Сколько одни уже имели разных общений, бесед. Они были с ним и на горе. Некоторые были на горе Преображения. Многие из них были на горе, где Господь говорил на горную проповедь. Они были в разных домах, в разных городах, в разных сирениях. Видели, как Господь исцеляет. Господь им открывал тайны Царства Небесного. И они уже ходили с Господом три с половиной года. И вдруг необычное общение, необычное действие. Раньше Господь этого не делал. Когда они возлежали, ну по восточному обычаю, вот мы сидим, там люди возлежали, и уже было готово вечеря, чтобы разделить общение праздника, Пасхи. Вдруг Христос встает со своего места, ученики смотрят. Он снимает верхнюю одежду, припоясывается полотенцем, вливает воду в умывальницу, и к каждому подходит, умывает им ноги. Они уже ходили, как я уже сказал, три с половиной года. Этим Господь показывает, что не сегодняшнюю пыль просто надо умыть. Ноги умыть. Хождение. Как дальше они будут ходить? Ноги – символ нашего хождения. Это необходимость, а мы тому нужно ноги умыть. Нужно то время остановки, когда мы должны проверить, как мы шли, что пристало к нашим ногам, насколько чисто наше хождение сегодня, насколько будет чисто хождение завтра. Ученикам предстояли скорби. Нет, не только скорби ожидали Господа, их тоже ожидали скорби, разочарования. И как они будут эти дни, без него, без Господа, куда пойдут? Двое пошли в Эмаус. Семеро пошли ловить рыбу. Но все равно это не так далеко они ушли. Это хорошо, что Господь освежил им ноги. И как только они услышали весть, они прибежали просто, поспешили, опять собрались и опять встретились с Господом. Мы вернемся к этой мысли. Я хочу, друзья, обратить внимание на призывы Христа. Сегодня призывы к молодежи, к нам, ко всем. Делайте, говорит, тоже. Я дал вам пример. Умывайте ноги друг друга. Запомните, что мы устаем. Мы нуждаемся в участии, в поддержке. Мы нуждаемся в том, чтобы кто-то поддержал, сказал, иди дальше, друг мой, брат мой, иди. Твое ухождение нужно пред Богом. Кто освежит ноги? Кто освежит ухождение сегодня? И молодые люди падают, изнемогают и устают. Все нуждаются в этом. Я часто вспоминаю и привожу так пример. Хотя он повторялся уже не раз в моей жизни, когда близкие, друзья, родные могли поддерживать. Когда однажды я приехал домой после некоторого времени отсутствия служения, насколько сегодня трудны дороги каждого, и проповедника, и служителя, нелегкие эти пути, дороги. И вот пришел домой, приехал, и так что-то голова опустилась, и плечи поникли, и так тяжело на сердце, подходит жена, и несколько слов сказала, «Не опускай только руки». Как мне дороги были эти слова. Я помню, я привел этот пример, и поддержку в одной проповеди подошла ко мне одна сестра, у них большая семья. И она говорит, сколько мне дали эти слова утешения, чтобы не опускать руки. Друзья, как важно здесь участие каждого из вас. Вот кто принес те творения, особенно то стеотворение, которое прошло душу, выстраданное, кто принес песни, псалом, с самого начала служения, разве оно нас не ободрило уже? Без пятнышка весон. Или же гимн о небе и другие гимны и стеотворения, которые прозвучали, разве это не есть тот, чтобы умыть кому-то ноги, чье-то хождение, кого-то ободрить? Ведь дальше придется идти сегодня с молодежного общения. И кто-то последовал эту примеру Христа, не просто пришел разделить общение, побыть на общение, но кто-то пожелал тоже склониться перед другим и умыть ноги ему. Не забывайте, друзья, это делать. Много сегодня уставших. Вот брат говорил передо мной, Сережа, и почти все мысли, которые мое сердце тоже вынашило к молодежной общению, он уже высказал. Сегодня мы живем на уставшей земле, которую населяют уставшие люди. Сегодня, как никогда, есть нужда в этом служении. Кто будет ободрять? Кто будет утешать? Утешайте, утешайте, народ мой, такой призыв. Кто сегодня ободрит? Тех, которые уже заканчивают путь. Мы последние посланники. Мы последние путешественники. Мы последние путники. И вот тот, кто много прошел или только начал идти, и уже устал, споткнулся, омоешь ли ты ноги, освежишь ли ты ноги слезами, добрым словом, вот этим словом, этой водой, словом Божиим. Придешь ли ты домой к уставшему, кто уже давно на собрание не ходит? Я сейчас был на вечере Господней в одном селении, и два раза не было брата, который недавно принял крещение, он уже пожилой человек, нет его. И брат с сестрой, которые сами уже пожилые, больные, а это на край села посетили его, пришли, там такая непролазная грязь, пришли он дома. Брат Петя говорит, почему вы идете на собрание? И вот этот раз, когда я был, смотрю, он уже на собрании, как он молился, как он плакал, говорит, Господи, я уже остановился, а ты меня опять через друзей побудил прийти сюда, как бы освежил, друзья, какое-то высокое служение, умывать ноги друг к другу. И обратим внимание на необходимость. Смотрите, какие слова Христос говорит. А мы тому нужно ноги умыть. Когда Господь призывал Моисея, чтобы он последовал на служение, он прошел уже 80 лет пути. Ему еще предстояло 40 лет идти. И Господь говорит, первое, что Моисея, снимай обувь. Эта обувь слишком тяжелая будет для того пути, к которым ты должен уйти. Ты устанешь. Все хождение, которым ты шел до сегодня, оставь теперь, снимай. Ты пойдешь другой, другой дорогой, другим путем пойдешь. Освобождайся от обуви. Освобождайся от пыли, приставшей к ногам твоим. Освобождайся от грязи, приставшей к ногам твоим. Иди. Сегодня Господь дал эту умывальницу, поместную церковь, молитвенный дом. И столько уже воды влито. И приглашает Господь. Проходи, освежай свои ноги. Освежай. В молитве покаяния предоставляется возможность освежить сегодня ноги, чтобы дальше идти. Потому что сегодня действительно уставшие люди, уставшая молодежь, молодежь с поднигшими лицами. Вначале был вопрос о радости и веселье. Нет. Не видно на лицах сегодня часто ни радости, ни веселья. Как счастлив я, что я Христа имею. Где это счастье написано, если уставшие лица? Почему? Что-то на совести может быть. Это от неправильного хождения. Я хочу напомнить, друзья, прежде всего о нашем хождении дома, в домах наших. Может быть, действительно, кто-то не так ходил до этого времени перед Богом, перед родителями, перед домашними. Сегодня Господь говорит, освобождайся от этого. А мы тому нужно ноги умыть. Если эту пыль и грязь не смоешь, ты пойдешь дальше, она перейдет и на детей твоих. Она и в дом твой войдет, эта грязь. И ты подумаешь, откуда это? Почему это? Я вспоминаю, когда пришлось быть в одном доме, после молодежного общения, сестра рассказывала, мама со слезами. Две дочери было на молодежном общении. Говорит, приехали дочери с молодежного общения и с собой привезли букет цветов. Зашли, обняли, говорит, мамочка, прости за все. Прости, что так огорчали тебя. Потому что была тема, тема в отношении к родителям. Мы говорим, сколько причинили тебя, целуют, обнимают. Вот меня, отца, вручили нам букет цветов. Да, это умыли ноги свои. Умыли свои хождения, хотя они обои члены церкви, но поняли, что нужно умыть ноги, потому что дальше так нельзя уже ходить. Я еще раз приведу четверостища, которая у меня сильно запала в сердце, о жене и матери. Нас куда-то уносит стремительный век. В суете мы порой забываем о том, что она не фундамент, она человек, человек, на котором держится дом. Чтобы было и в сердце, и в доме светло, на ее доброту отвечайте добром. Пусть всегда ощущает любовь и тепло человек, на котором держится дом. Очень редко, но все забывает больна. И тогда все вокруг кувырком, потому что она, потому что она человек, на котором держится дом. Сколько у молодых людей вины скапливается, вины перед отцом и матерью. Много вины. И как дальше идти? И куда будет теперь дорога твоя идти, пока ты не освобождись от этой вины? Пока ты не омоешь, пока ты не скажешь, виновен я был. И как хорошо, что это сознание не просто домой унести, а вот как мы обратили с вами внимание на покаяние блудного сына. Какой очередности? Я согрешил против неба. Он сказал там, где пришел в себя эти слова. И говорит, я теперь скажу это в доме своем. Я пойду к отцу. И вот здесь, если сознание это принесло чувство вины, если понимаем, что кто-то не так ходил, нужно приводить в порядок. Здесь начать. Здесь сказать эти слова. Здесь умыть ноги, свое хождение неправильно в доме. Здесь все огорчения, которые причинили родителям. Вот здесь сказать, Господи, прости. И потом это понести, прийти домой, уже освобожденным от этой грязи, от этой пыли. Вот здесь есть многие друзья, которыми мы этим летом были, как мы сейчас говорим с вами, на палаточном благовестии. Мне особенно запомнилось первое служение, когда в вечернее время приехали, выбрали место, помолились, поставили палаточку, уже стемнело. Никого нет, у кого спросить. Ну, здесь недалеко, бытовое помещение было, смотрим, там электричество подходит. Проходил один человек, говорю, можем подсоединиться, махнул рукой, что, мол, хотите, то и делайте. Подсоединили свет, начали петь, помолились, один псалом, второй, третий, никого нет. Нет людей, не идут люди. Двое подошли так вдали, ну, что дальше делать, когда слышим из разных мест, пойте еще, а люди просто не шли, они ползли, но не доползли. Село отрезанное от города, туда не ходит транспорт, люди в пьяном угаре, доживая свою несчастную жизнь. К чему пришел человек без Бога? Куда он, как далеко он зашел? И Господь предлагает и говорит, что если не покаясь, то ты тоже в тупик придешь. И они нам говорили, почему мы забыты и Богом, и с чем мы забыты сегодня? Нет, говорим, не забыты Богом. Бог прислал нам сказать о том, что Он любит вас. Ну, на сегодня там уже несколько человек приняли крещение и дал Бог, что вот так вот, ну, уже еще есть покаяние. Ну, мы действительно увидели, наяву увидели, куда человек может дойти без Бога. Но ведь это не сразу совершается. Ведь это начинается с одного, когда с одного греха, с другого, и так дальше, и дальше человек идет. И Господь говорит, даже ученикам своим остановку делает, все, остановитесь. Вы омыты уже через слово, которое я проповедовал, но ноги ваши нужно умыть, вам предстоит дальше идти. И сегодня Бог нам дает остановку такую. Не омоешь ноги сейчас, еще дальше они загрязнятся, еще дальше погрызи будешь, а потом еще увязнешь грязь, и будешь уже такой грязный, тебе будет уже и неудобно на молодежное общение прийти, на собрание прийти. Омытому нужно ноги умыть. Это нужда, это необходимость души нашей, духа нашего. Как вот простой пример, который мы часто с вами, может быть, на разборах слов вспоминаем, что даже вымытая свинья, она идет валяться в грязи, пишет апостол Петр. Но вот овца, это другая природа, она, если и в грязь войдет, она выбирается, это не ее место. И мы дети Божьи, это не наше место, это грязь. И не просто выйти надо из этого места, а освободиться от нее. Омытые. Кто омыт уже кровью Христа, умывайте ноги. Если кто еще не омыт кровью Христа, сегодня можно это сделать опять. Господь омывает, освобождает, как мы слышали сердце от порочной совести. Я часто вспоминаю этот случай. Он мне, особенно вот сейчас, напомнился в этом году, когда был я в третьем классе, и нас пригласили к соседу, верующему, умирающему. На следующий день он отошел в вечность. Эти дни все родственники приходили, он со всеми прощался. И я помню, вот мы пришли тоже с семьей, и так сидим, и он говорит, такие слова сказал, могу свидетельствовать, что во мне сатана ничего больше не имеет. А жена его упала на колени и говорит, а сколько он во мне еще имеет? Друзья, конечно, болезни, это тоже та возможность умыть ноги, приготовиться к вечности. Ну, неужели только такими обстоятельствами нужно ноги умывать? Мне передали приглашение посетить одного очень больного брата, молодого еще, ему чуть больше 20 лет. Он сын верующих родителей, и взял тоже дочь верующих родителей, дочь пресвитера, и обои ушли от Бога. Обои были членами церкви, отлученными стали. Их отлучили, и они не хотели ничего слышать о Боге и о собрании, чтобы ходить в собрание. Мы говорим, по-другому начнем жить. А он из большой семьи, их 10 детей было в доме, и о нем они очень много плакали, и молились, и постились. И вот заболевает он тяжелой болезнью, рак. Ну, и поскольку брат, вот пресвитер, дочь которого вышла из этого человека замуж, мы одногодки с ним и друзья, мне хотелось посетить, по телефону поговорили, он говорит, что, когда ты приедешь? Я говорю, наверное, завтра, он говорит, наверное, уже не увидишься. Я только что у него был, говорит, я держал его руку, на которой уже посиневшие ногти были, вот под ногтями пальцы, и он засвидетельствовал, что Бог ему простил все грехи. И он говорит, я могу передать церкви, что ты прощенный. Передайте, говорит, что я прощенный. Ты имеешь свидетельство, что Господу пойдешь? Имею, говорит, свидетельство. Друзья, вот так Господь иногда ведет, чтобы тебе умыть ноги и туда войти чистым, потому что нечисто туда ничего не войдет. Ну, неужели такие обстоятельства нужны? Да, это особая умывальница, в которой Господь умывает некоторых людей. Вот здесь умывальница, слово его, здесь все приглашаются. Но тот, кто не хочет, но за него много молятся, и Господь любит его, он в такую умывальницу его опускает, чтобы он был чистым и вошел туда, в небо. Мне, когда утром пришлось быть в городе, и зайти в этот дом, а дочь еще больше ожесточилась, и вот жена умершего, и ничего не хотела слышать о Боге, я когда пришел, ну, говорю, что тебе сказать? У вас горе. Но я говорю, ты еще не представляешь, что тебя ждет впереди, ты еще не осознала потерю. Ты сегодня, в первый день вдова, какая-то тяжелая доля, нелегкая, и сколько у Господа для вдовы есть обетований, но они не твои сегодня. Тебе будет тяжело. Ты будешь беззащитна, одинока, с ребенком малым грудным на руках. Иди к Богу. Она упала на колени. Это, конечно, было и горе семьи, и радость. Но вот посмотрите, какая умывальница для этих молодых людей была. Какая умывальница, в которых они были умыты, умыты опять, чтобы теперь вместе с церковью идти к Богу. А мы тому нужно ноги умыть. Как-то я встретил одного места, и говорит, вот здесь Конрад Аденауэр, это первый канцлер ФРГ, когда посетил Израиль, Иерусалим, вот здесь он склонил колени и молился от имени нации, от имени немецкого народа у Бога просил прощения за 6 миллионов убитых евреем, нацистами. Говорят, вот почему так вот из праха как бы Германия поднялась, потому что все-таки был человек ответственный за этот народ, который в молитве просил у Бога прощения за то хождение, которым неправильно шел этот народ. Да, нужно умыть ноги, нужно осознать пред Богом свое хождение, и Господь поднимет, восстановит разрушенное. Сегодня люди печалятся. Почему действительно тупик, моральный тупик? Вот школы, закрываются школы, дети не учатся, дети на базарах проводят время, помогают торговать, зарабатывают на жизнь, пропускают школу. Ну, говорят так, что учение тьма не учение свет, да, это тоже есть свет определенный, который нужно человеку, и этого уже света лишаются наши поколения. К чему дальше придут люди? Это Лермонтов говорил, я смотрю на наше поколение, сегодня мы еще с большей печалью смотрим, на поколение, которое идет после нас уже, на подростков, на отроков и на молодых людей. Куда они пойдут без Бога? Куда заходят в тупик моральный, нравственный, в тупик материальный приходят люди? Что нужно? Ноги умыть, умыть свое хождение, прекратить этими грязными дорогами ходить, но если кто и решится пойти другой дорогой, на святую дорогу грязными ногами не ступишь. Хочешь, принимаешь ты сегодня решение, как мы поем в салон, все будет иначе, иначе, иначе. Я только прошу тебя, жизнь повторись, я даром минуты теперь не страчу на дело пустою, бесцельную жизнь, но если ты хочешь жить иначе, умывай ноги, умывай ноги, если твое сердце уже омыто слезами, если твое сердце уже омывается сейчас и совесть твоя уже касается кровь креста и очищает, умывай ноги, не ступишь на чистую дорогу грязными ногами, а мытому нужно, необходимо ноги умыть. Господь призывает сегодня к этой умывальнице, вы помните, как томился и мучился в душе своей Закхей. Он хотел только увидеть Господа, посмотреть на него со стороны, влез на смоковницу, на чистого, и он был полон не чистой жизни, а имя-то его Закхей, перевод этого имени, вы знаете, что ну три или четыре значения, одно из значений благочестивый, чистый, жизнь его не соответствовала имени. Господь говорит Закхей, слеза из дерева, мне надо быть в доме, опять, друзья, наша жизнь начинается из дома, как в доме. И вот он говорит, Господи, я пойду за тобой. Так говорил богатый юноша, нет, Закхей не так, он освобождается от того, что мешает ему теперь идти за Господом дальше. Я половина имения продам, раздам нищим, оно неправильно нажито, неправильным хождением, я это омываю, я от этого освобождаюсь. Кого обидел в четверо воздам, ныне пришло спасение дому твоему, всему, и этот сын Авраама, все, не только решение принял, как юноша, пойду, освободись, освободись от этого, нет, не могу освободиться, я хочу за тобой идти, я пойду, я, может быть, кто думает, я теперь по-другому буду дома жить, омывай ноги и сможешь, не омоешь сейчас ног, нет, это только тоска будет твоя, тоска души твоей, это только желание неосуществимое будет, не сможешь ходить такими ногами дальше. Итак, дорогие друзья, Господь сегодня приглашает, если ты омыт, умывай ноги твои, если они сильно загрязнились, освежайся сейчас здесь в молитве покаяния, обновляй свои покаяния, если ты не омыт еще, то вот, пожалуйста, вес может быть омыт, не только ноги хождения, Господь говорит, вес будешь омыт,